Привет, я Руслан Усачев и сегодня расскажу вам о том, как идет сбор средств на мой проект на BoomStarter. Проект называется, как вы знаете, «Оскорбление чувств верующих». Уже собрано больше 2-3 нужной суммы, осталось чуть больше недели. И в этом видео я постараюсь вам ответить на несколько часто задаваемых вопросов касательно проекта. Первый из них – это о чем, собственно, будет проект. В «Оскорблении чувств верующих» я хочу совместить познавательность с развлечениями, но, естественно, основной фокус будет на познавательности этого видео. При этом, как вы знаете, все, что я делаю, оно должно быть веселым, потому что иначе мне просто неинтересно. И в этом, собственно, и будет развлекательная часть. Я постараюсь донести свои мысли до людей, при этом, чтобы это не выглядело скучно. Основных мыслей две. Первое – это желание высказать свое мнение, свою позицию. Понимаете, я, как и многие другие люди, может посмотреть, кто уже присоединился к этой компании на BoomStarter, не согласен с тем, что… с тем курсом, который наша страна держит в последнее время. Курс – это на то, что религия становится единственной опорой для государства. То есть выпускаются законы, которые выделяют верующих в отдельную неприкасаемую касту. В технических вузах открываются теологические факультеты. Представители церкви становятся медийными персонами, которые заявляют о каких-то своих правах на то, чтобы указывать и как-то корректировать путь развития государства. А я напомню, что у нас вроде как церковь от власти отделена. Поймите, я не вижу проблем в том, что государство ищет какую-то опору в виде религии. Возможно, оно просто… ну, пускай, оно может быть неуверено в своих собственных силах, да. Но немного странно, когда эта самая опора, эта колонна, внезапно начинает тебе нашептывать новые законы и говорить, что делать. Собственно, в этом смысл будет и оскорбление чувств верующих сказать, что вот это неправильно, так не надо делать, путь в никуда. Вторая цель – это популяризация, скажем так, более разумного взгляда на окружающий мир. Поймите, я отдаю себя отчет в том, что реально таких прям верующих людей перебить невозможно. То есть у нас огромное количество в стране людей, которые крестятся при виде храма, прибьют при этом через плечо, обходят кошку, жгут чучело на масленицу. Вот их уже ничто не исправит. Они вот пускай живут так. Но помимо них есть и другие, которые уже научились ставить под сомнение существование разных магических сил, но, возможно, не знают альтернативы. Если вы немного поизучаете комментарии в интернете, то замените, что для большинства людей, которые даже называют себя атеистами, для них, допустим, теория эволюции ограничивается тем, что человек произошел от обезьяны. И все. То есть они не знают никаких реальных доказательствах теории эволюции, не знают о современных концепциях вообще появления Вселенной и человечества. Ну, то есть я говорю о доказательствах и фактах. То, что, собственно, отличает науку от вымышленных волшебных существ, которые кидают молнии с небес, периодически являются людям и говорят им «убей сына и построи гигантскую лодку». Вторая цель моего фильма – это объяснить как можно большему количеству людей, что атеизм – это не антипод религии, это не вера в то, что Бога нет. Итак, атеизм – это критический взгляд на окружающий мир, это неприятие бездоказательных суждений. Ну, другими словами, это использование мозга. Многих, почему-то в основном тех, кто деньги не давал, интересует, что случится с собранной суммой. Есть несколько вариантов, я сейчас о них расскажу. Но сначала скажу спасибо тем, кто уже поддержал проект. Правда, я не рассчитывал, что будет такое количество единомышленников, что найду их в интернете. Знаете, я никогда не был так рад тому, что ошибался. Правда, не только много людей спонсируют, но если сравнивать с похожими проектами на Бумстартер, видно, что даже средняя сумма пожертвования больше. Это очень приятно и воодушевляет, и помогает работать дальше. Теперь к вопросу. Если, собственно, сумма не будет собрана, то вернется все спонсорам. Это указано в уставе Бумстартера, и он все сам это будет организовывать каким-то там своим высокотехнологичным образом. Если деньги на возможные штрафы за оскорбление чувств верующих будут собраны, но в суд на меня никто не подаст. Существует только единственный идиотский закон, который я могу нарушить этим фильмом. Это закон об оскорблении чувств верующих. То есть я не собираюсь пилить кресты, я не собираюсь поливать площади перед мечетью свиной кровью, чтобы там никто не мог молиться. Это полный бред, это хулиганство, вандализм, это нарушение общественного порядка. Для этих нарушений уже существуют вменяемые законы, ну и просто я не больной человек, чтобы этим заниматься. Остается только вот этот непонятный закон об оскорблении чувств верующих, в котором не указано, что такое оскорбление, кто такие верующие, что такое чувство. Так что вполне возможно, что мой атеистически направленный сериал кого-нибудь оскорбит. Человек пойдет к нотариусу, там, заверит, что он реально верующий. С этой бумажкой пойдет в суд и подаст на меня. Меня штрафанут или в тюрьму посадят. Собственно, на это деньги и собираются, иначе мне просто страшновато выпускать подобный сериал в современной России. Но, возможно, и обратная ситуация. Понимаете, увидев, какое большое количество людей поддерживают мой проект, что он важен реально для общества, все эти странные ребята, православные активисты, просто, ну, испугаются и не решатся ввязываться в это, поэтому в суд подавать не будут. В таком случае собранная сумма пойдет на реализацию проекта в будущем. Все спонсоры получат фильм «Оскорбление чувств верующих», а я даже не сяду в тюрьму за то, что высказал свое мнение. Прямо звучит, как будто мы живем в гражданском обществе. Какие религии будут упомянуты в фильме? Почему-то это очень популярный вопрос. Кто-то прямо спрашивает, про какие религии ты будешь рассказывать. Кто-то пытается остроумно пошутить. А попробуй то же самое сделать в Чечне, тебя сразу зарежут. Ребята, вот, по-моему, это куда более оскорбительно называть всех мусульман радикальными убийцами. Поймите простую вещь. Я русский человек. Я живу в России. Исторически православие здесь основная религия. Вы послушайте, что президент практически каждый раз говорит. Все эти законы о защите чувств верующих выпускаются, чтобы защищать интересы православных. Поэтому, конечно, основной фокус фильма будет на православии и РПЦ. И, конечно, другие религии тоже будут упомянуты, потому что они являются важными мировыми религиями и культурно влияют на нашу страну. Просто давайте будем честны хотя бы перед самими собой. Каждый раз, когда кто-то говорит слово «религия», вы в первую очередь представляете христианский крест. Тоже я ответил на самые популярные вопросы. Если у вас есть какие-то другие по этому проекту, то оставляйте их в комментариях. Я постараюсь в ближайшее время на них ответить. И, конечно, еще раз большое спасибо за поддержку проекта «Оскорбление чувств верующих».